Все новое это хорошо забытое старое решили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха и выбрали для открытия соревновательного зимнего сезона необычный формат. Лыжная ретро-гонка собрала спортсменов всех возрастов. Главные условия участия наличия спортивного инвентаря не младше 1990 года. Сегодня у нас 1972 год. Это образ лыжника, который собран действительно по крупицам. Макучаевские лыжи, которые привезли из Ярославля. На мне вы видите гетры. Именно в таких гетрах выступали наши советские лыжники. Они приехали из другой части России. И так по крупицам был создан образ лыжника. Юрий Поляков готовился к гонке основательно. Признается вдохновением послужила лыжная гонка Олимпиады 1972 года в Саппоро. Когда я собирал, я понимаю, что практически в каждой семье раньше были лыжи. Ведь старого реквизита очень много. Если смотреть на современные лыжи, то, наверное, лыжный спорт сейчас менее развит. И это, наверное, обидно. И с помощью таких мероприятий, как сегодня, мы прививаем любовь и новое отношение к лыжам. Это действительно важно. Ирина Селиванова признается, на лыжи не вставала лет 10. А те самые ретро-лыжи достались от мамы. Я на лыжах не стояла лет 10. И решила, что это отличный повод попробовать себя. И 600 метров, здесь нету горок. Я попробовала и хочу снова и снова кататься. Вспомнила юношество свое, как в школе катались всем классом. Было отлично. Участникам, в зависимости от возраста, нужно было преодолеть дистанцию от 600 метров до 10 километров. Организаторы соревнований подчеркивают, трассу к соревнованиям готовили заранее. В качестве уверены. Мы подготовили очень хорошую трассу, за которую, так скажем, как минимум не стыдно. Сегодня это одна из немногих трасс в Москве и в Подмосковье, которая способна принимать соревнования. Ну и радостно то, что сегодня на старт вышли как взрослые, так и дети. Да, хоть мы и были вынуждены ограничить количество участников, но тем не менее, это возможность для тех, кто успел принять участие в этом празднике спорта. На старт ретро-гонки вышло 479 зарегистрированных участников. Погода в этот день не подвела. Старалась содействовать удачному старту и финишу, а главное, отличному настроению. Следующим крупным событием на Лазутинке станет традиционная лыжная гонка 31 декабря. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok